Была студенткой, закончила первое высшее образование, биофак, БГУ. Потом пошла работать, не захотела идти по специальности, ушла работать в школу и стала учительницей. Отработала где-то около трёх лет, я стала педагогом-организатором, учителем химии и биологии. С Сашей мы познакомились три года назад на чемпионате Европы в Минске. У меня младший брат играет в шахматы, я ездила с ним на турнир, и мой братик стал проигрывать, но он мало тогда только, он начинал играть ещё, он не профессионал в то время был, и он расстроился, и я не знала, как его утешить, и я пошутила и сказала, зайка, давай, ты соберёшься, чтобы чуть-чуть выиграть, и когда выигрывают дети, их перемещают по столам, да, и там первый стол по важности, да, есть много-много других столов. Я говорю, давай туда, где, говорю, сильные, умные играют, мне же надо умного жениха себе искать. И он так воодушевился этой фразой найти жениха для сестры, что начал выигрывать, бедняжка. Вот, и так вот я его заметила, там мы и познакомились, и спустя полугода мы поженились. Он двукратный чемпион Европы по шахматам, он чемпион мира до 18 лет, он, я не знаю, ну просто миллионнократный чемпион Украины. Через год на чемпионате Европы в Минске в очередном к Саше подошли на турнире и предложили уехать в Америку. И он ко мне подходит и говорит, меня позвали, хочешь поедем, или ты хочешь остаться дома, он меня спросил. Я сказала, что, ну, давай поедем, попробуем. Но так как давали стипендию ему на обучение, так как это была шахматная программа, Саша сказал, что я без тебя не поеду. Так сложилось, что дал университет одобрения, нам дали приглашение, и мы вдвоем усиленно полгода собирали деньги, документы, бумаги. Родители там еще были в шоке, все кричали, не надо никуда ехать так далеко. И собрались мы с мыслями, с духом. И 1 января, год и три месяца назад, мы улетели из Киева в Техас, в университет. Там пробыли около 6-8 месяцев. И климат, мне не пошел климат, очень там чересчур вообще жарко. А Саша не пошло, и то, что он уже был самостоятельный все-таки спортсмен. Университетские рамки обучения очень жесткие, и он чувствовал себя скованно, что он не мог там играть в турнире, в котором он хочет, или не мог уехать куда-то в свободное время. Надо было только все время учиться, а для него это было очень так... Мало то, что переезд болезненно все, да, скучаясь по родственникам, тоже приходилось много. И мы не выдержали, решили уехать домой. Но потом в один какой-то момент, я случайно, то уже 5 лет не видела своих друзей в Майами, с ними созвонилась, спросила, как дела у вас, как вы тут живете. Узнала. Переехала в гости, посмотрела и поняла, что здесь нет того, что я всегда хотела сделать в жизни. Я хотела открыть просто школу для детей свою частную, но получился семейный бизнес. Вот, и я предложила Саше открыть здесь бизнес и не уезжать домой, а переехать просто в Майами. И вот переехали сюда. Первое, что самое сделали, это мы приехали, нас приютили друзья из Украины. И ровно через месяц мы открыли компанию. То есть это хватало сил побегать, писать имейлы. Мы получили сертификацию школы. У нас официально разрешение на работу, на школу. Мы официально можем проводить международные турниры по шахматам. Да, всякие праздники, мероприятия, все, что связано со спортом. Мы так сильно скучали обо всем, что иногда мы просто с Сашей садились вдвоем. Я готовила какие-то драники там. И мы там включали русские фильмы, какие-то старые школьные русские песни. Ели, аж до слез это так пробирало. Были прям очень сложные моменты. И переезжать сюда надо было тоже очень много денег, а денег не было. То есть мы приехали, привезли какие-то деньги. Их, естественно, мы быстро потратили на все. И началась паника. То есть у Саши началась паника. Я не могу дать своей любимой женщине, да? Что как бы она может там хочет или там заслуживает. У меня стала паника. Я стала какая-то зависимая от всех. И для меня это вообще было что-то нереальное. Я с 16 лет независимый человек. И вот так мы приняли решение сюда уехать. Так мы переехали. Открыли школу. На данный момент в нашей школе учатся около 50 детей. То есть мы работаем... Октябрь, мябрь, декабрь, январь, февраль, март. Шесть месяцев. Шесть месяцев мы работаем. За шесть месяцев у нас учатся около 50 детей. Плюс-минус 10 детей это постоянно меняющиеся дети. Это приезжающие родители, которые приезжают на отдых, и они вот всё равно отдают деток своих заниматься, да? Так, чтобы мозги не простаивали. Ну вот эта женщина-шея, она куда хочет туда ворочить. Он меня убьёт за то, что я это сказала. Тяжело. Но не прям так, чтобы уже прям можно было умирать. Нет. Есть желание зарабатывать и жить хорошо. И жить прям лучше, чем мы жили там, на родине. И мне кажется, что если бы Саша не шёл мне на уступки, и я не шла ему на уступки, мы бы уже давным-давно разошлись. Ну то есть как-то мы друг другу пытаемся угодить, да, что или настолько мы боимся друг друга потерять, я не знаю. То есть в семейной жизни много бывает всяких, да, стычек и ссор. Но вот у нас было такое в Техасе, когда мы только приехали, был шок. Был шок от перемены цены, от климата, от всего, от происходящего. И вот как только мы купили свою первую машину, и мы в неё загрузили все эти вещи и поехали на этой машине из Техаса до Майами, сами за рулём по очереди. Всё с того момента мы практически перестали. Вообще даже как-то, ну, обидки там эти такие женские. Ай, не вынес мусор. Напали, да, на твоего коня? Нужно убегать обратно. В следующем году и на протяжении каждого года мы будем открывать новую школу. То есть одну в Майами, одну в Нью-Йорке, Лос-Анджелес, ну, такие большие города. Для начала. То есть мы начнём с того, что мы по одной школе в год будем открывать. И туда ставить своих преподавателей, своих же тренеров, которые имеют наше образование, наши шахматы. Здесь шахматы намного слабее, чем в Украине и в Беларуси. И нет таких прям, ну, сильных тренеров, конечно, нету. И самое важное это то, что будет... Ну, мы планируем больше тысячи детей обучать в течение пяти лет. Конечно, было бы здорово. Будет кубок организован, ежегодный кубок, разделённый на четыре турнира. И финальный, и победитель этих турниров – дети. В частности, это будет и детский, и взрослый турнир. Но дети и желающие, ну, кто выиграет этот турнир, будут обучаться в школе бесплатно. Спасибо.